Добрый день, дорогие друзья! С вами я, епископ Альберт Радкин, наш канал «Взгляд с небесным». Не забудьте подписаться и нажмите на колокольчик, чтобы первыми получать все наши новинки и видеоинтервью, и наших программ. Сегодня у нас в гостях доктор политических наук, наш друг, гость нашей студии, Роман Николаевич Лункин. Роман Николаевич, приветствую вас! Роман Николаевич, приветствую вас и очень рад вас видеть. Мы тоже очень рады, и наши зрители рады. Вы постоянно приходите и приносите что-то новое, объясняете, рассказываете. И знаете, чем вы отличаетесь от многих других религоведов? Вы умеете разговаривать на понятном людям доступном языке. Как принято говорить не на птичьем языке, религоведческом, каким-то научном, а вы говорите по-русски прямо и понятно. Спасибо. Но это только благодаря тому, что я много общаюсь с верующими, и много брал интервью, и беседовал со всеми. Я думаю, что это мне передалось как раз от вас. Ну, от вас в широком смысле этого слова. От всех верующих, да? Ну, это в том смысле, что научное, вот свое предназначение, я все-таки стараюсь сочетать с просветительскими целями. А просвещение, оно требует все-таки какого-то хотя бы понятного языка. Хотя и научные статьи я тоже стараюсь писать на нормальном русском языке. Понятно. Значит, вы сейчас, так сказать, в исследованиях, как это называется у вас, в полевых условиях, да? Изучаете и нас тоже. Нет, как раз вот из-за пандемии я стал кабинетным ученым. Вот видите, антураж чисто кабинетный. Это и есть кабинетный ученый, то, что называется. Это не очень привычно для меня. Но я все-таки привык ездить по разным регионам, встречаться с людьми непосредственно. И из этого уже извлекать какой-то такой научный, аналитический материал. Но я думаю, что все-таки пандемия, либо мы к ней, ну мы к ней уже привыкли, к пандемии. И постепенно как-то адаптируются и вот наши исследования. То есть можно будет все-таки ездить даже в условиях пандемии. Я у человека привитой. Раньше я только говорил такое про своего кота. Теперь я про себя тоже могу сказать, что все нормально, я вакцинирован. Три вопроса, которые я вот, как обещал, вам задам сегодня. И они касаются одного вопроса, скажем так, большого. Это вопрос соборности церкви. И для наших зрителей, я думаю, что мы сейчас расширяемся мало-помалу. Ну вот идет канал на расширение. На нас подписываются, я смотрю, уже и православные, и мусульмане смотрят, комментируют что-то. Три вопроса у него. Соборность в русско-православной церкви или, возьмите шире, в православие. Соборность в католической церкви и соборность у протестантов, если она есть, на ваш взгляд. Давайте с первого начнем с соборности православной церкви. Расскажите. Ну, я думаю, что действительно логичнее всего начинать именно с понятия соборности православной церкви, поскольку все-таки само по себе определение соборности, оно связано именно с православием и с православным мироощущением, с православным богословием. Впервые это понятие стало так широко обсуждаться в русской религиозной философии. В XIX веке о соборности писали Самарин. И вот в особенности, как говорят науки, дискурс, направление мысли о соборности стало активно развиваться с нашего такого теолога, философа Хомякова, Алексея Хомякова. Есть его книга «Церковь одна». Это прямо такая небольшая брошюрка. «Церковь одна» — это опыт катохизического изложения учения церкви. И я всем очень советую прочитать эту книгу. Она есть и в интернете, и много раз издавалась. Как раз для меня, по крайней мере, «Церковь одна Хомякова» вот эта книга стала знаковой. Я еще в школе ее прочитал. И для меня она стала такой знаковой для понимания, что такое православие, что такое вера. И определенным таким, в общем, поворотом к вере, к пониманию православной жизни. И соборности, конечно, у Хомякова, как у славянофила, соборность — это прежде всего такое мистическое единение, которое возникает в церкви и складывается на основе единения и иерархии, и мирян, и участие народа Божьего в церковных таинствах. Ну и кроме того, это и некоторое такое и мистическое ощущение, и совместное делание. Это в целом церковная жизнь. И вот такое как бы мистическое и реальное единение православных верующих Хомяков противопоставляет католическому унитаризму, такой вот строгой иерархии в главе которой стоит Папа Римский, и протестантскому индивидуализму. Таким образом, как бы в отличие от католиков и протестантов выстраивается православное понимание соборности, того, что это такое. Сейчас я бы сказал, что нет такого четкого понимания, что такое соборность, хотя и патриарх Кирилл, и там многие наши православные иерархи довольно часто используют это понятие для того, чтобы подчеркнуть как бы особенности русского православия и православия вообще. Но я думаю, что ценность соборности именно в том, что нет вот этого четкого определения. То есть я как раз не сторонник того, чтобы всему были даны вот такие четкие определения. Это действительно и церковная жизнь некоторой своей совокупности, и то мистическое ощущение, которое возникает у каждого верующего, члена церкви. Но вы упомянули сейчас мирян. Насколько широко миряне, ну скажем так, да, можно использовать этот термин по отношению к православным? Не обидно это? Не оскорбляет никого? Ну, миряне, дело в том, что по отношению к католикам и православным как раз можно использовать. Я думаю, что миряне – это слово, по идее, должно быть оскорбительным для протестантов. Так, понял. Ну, потому что по как бы изначальным протестантским принципам все члены евангельской церкви, они цари, пророки и священники, а не миряне. Поэтому обозвать протестанта мирянином – это значит резко понизить его статус. Согласитесь? То есть это оскорбительно для всех, кроме православных и католиков. Очень интересно. Ну скажите, насколько вот миряне, да, не священство, принимают участие в каких-то важных судьбоносных решениях церковной жизни? У меня друг священник православный, несколько близких даже друзей, которые рассказывали мне, что вот на выборы патриарха даже епархии выдвигают мирян своих. Не только священство голосует, а и выдвигается кто-то из мирян. И они едут на собор, и все голосуют там. Насколько это вот широко сейчас распространено при патриархе Кирилле, и насколько это было раньше? В истории православной церкви вот такое родомирянские движения, они у нас носят как бы такой несколько, что ли, взрывной, импульсивный даже характер. Потому что, что я имею в виду, до революции 17-го года, где-то с конца 19-го века, особенно там после революции 1905-го года, стали возникать разные церковные движения, и где были и представители духовенства, и мирян, которые предлагали свои варианты и церковных реформ, и дальнейшего развития приходской жизни, приходского устава и так далее. Что, в общем, все вот эти мысли, идеи, которые возникали до 17-го года, они воплотились в поместный собор 17-го-17-го годов, где как раз в дискуссиях принимали участие, были члены собора, и там духовенство, белое и черное, епископаты, и достаточно много миря. Тогда же проводились, как известно, на основании решения этого собора выборы епископов, и в отдельных епархиях православной церкви в выборах могли участвовать также и миряне, и иногда миряне там побеждали, вот их выбирали епископами, для того, чтобы потом этот выбор народа воплотить в жизнь, это нужно было пройти, естественно, через рукоположение и так далее. Но действительно, вот это мирянское движение, оно было. Естественно, в советские годы это является таким большим провалом. В 90-е годы было не до этого. В начале 2000-х годов, я бы сказал, что тоже, в общем, почвы еще для этого не возникло, и церковь как бы проходила еще период социализации, как бы странно это не звучало. А вот с избранием патриарха Кирилла этот вопрос остался вновь. Ну, поместный собор, который избирал патриарх Кирилла, он был собран только для выборов патриарха, поэтому, когда патриарха избрали, он закончил свою работу. Среди делегатов этого собора были мирян. Соответственно, они голосовали тоже за или против, значит, кандидатуры патриарха. Насколько я помню, там где-то, ну, около 70% участников собора поместного, избиравшего патриарха Кирилла, это были представители духовенства, остальные мирян. Ну, это тоже достаточно большой процент. Потому что это было здесь претендентно. Да, 30% это очень демократично, очень большое, ну, так сказать, представительство от мирян. Да, безусловно. Ну, другое дело, что каких-то других дискуссий не велось, кроме избрания патриарха. Но это действительно произошло. Затем, ну, оказалось, что такая уж как бы мирянская демократия в рамках русско-православной церкви, она проходила и до сих пор идет достаточно тернистым путем. Первым случаем такого вот, вот такого прорыва и попытки решить, что ли, приходскую общину на вопрос, это же было вот, это было движение, и есть движение преображенское братство отца Георгия Кочеткова. Они первое братство были, возродили. Да, и именно в этом братстве очень так остро был поднят вот этот вопрос существования общины, христианской общины, того, что без нее нельзя, церковь не может существовать. Ну, сейчас есть, вот, по крайней мере, альманах Дары во главе с Сергеем Чепниным, и он издавал уже несколько сборников под названием «Системная проблема православия», где поднимаются вопросы как раз соборности и всевласти и иерархии того, что епископам отдана вся власть, и это иногда приводит к разным безобразиям, которые сейчас выливаются в публичное пространство. И помимо этого, встался вопрос о том, как вот, вот как жить при ходу сейчас, кто должен им управлять, почему все дан на откуп только либо настоятелю, либо, как правило, там, епископу. Где роль мирян, там, приходского актива, это нигде, как бы, не зафиксировано, нет полномочий, обязанностей. Вот, и на самом деле все вот эти вопросы, они стоят и перед другими, ведь, конфессиями, перед другими церквями. Я бы сказал, что даже не перед католиками, все-таки у католиков устоявшаяся система, есть система там правил церковных, тасов церковных законов, которые, в общем, в значительной степени являются актуальными. Если у нас, там, вот ссылаются на вселенские соборы, то все-таки у католической церкви есть своя законодательная база, что ли, церковная. Здесь все достаточно четко, и полномочия, и обязанности определены, ну и так далее. Поэтому проблема православия, как это ни странно, они характерны для протестантов. То есть здесь вы можете, как бы, вот читая, не знаю, системную проблему православия, вы можете узнавать и видеть вот в этом зеркале, ну не себя, конечно, это я не могу сказать, но своих собратьев, там, какие-то протестантские союзы и с их проблемами, это не значит, что они плохие. То есть о проблемах вот в этой связи я как раз сторонник того, как, там, социолог, того, чтобы говорить о проблемах. Потому что когда вы правильно изложили вот эту какую-либо проблему, вы тогда наполовину уже ее решили. Ну, есть ли оппозиция вот со стороны руководства православной церкви, да, к этим движениям, к Четковцам, и вот вы упомянули еще одно освящение, которое издает свой альманах. Или все-таки, ну, знаете, вот как, мне кажется, сейчас у протестантов как-то подсдулась вот эта вот свободная, свободная дискуссия, свободные разговоры. Вот. Насколько это свободно в православии? Насколько, ну, не давит их, что ли? Насколько нет такой серьезной оппозиции со стороны высшего духовенства? Или тоже с боем все идет? Сначала хотел поправить. Сергей Чепнин, он мирянин. И он работал в журнале Московской патриархии, то есть он был сотрудником именно Московского патриархата, Московской патриархии. И сейчас как раз он проводит, например, там выставки икон неразделенной церкви и издает альманаха и выступает с разным родом статьями, которые посвящены актуальным проблемам церковным. Но при этом он сам как верующий, он активно общается с духовенством, с ним поддерживают контакты там публичные, непубличные представители духовенства Русской православной церкви. То есть с ними, несмотря на то, что он выступает с критикой патриарха, с ним не запрещено общаться, так же, как и с отцом Андреем Кураевым. И вот случай с Кураевым тоже, с моей точки зрения, характерен, потому что, несмотря на церковный суд, над его некоторыми радикальными, такими грубыми высказываниями, но все равно его не запретили в служении. Он находится в таком подвешенном состоянии вот после церковного суда. Ну, это связано с тем, что, с одной стороны, церковное руководство в любой конфессии, то есть это не только черта русской православной церкви, это есть и у католиков, и у протестантов, и в других религиозных организациях. Он стремится всегда все-таки сохранить структуру, потому что епископат, он несет ответственность за вот свою структуру. Но какие-то направления общественной жизни, какие-то реформаторские вот такие тенденции, дискуссии уже нельзя игнорировать. Вот когда их как бы нельзя игнорировать, когда они выходят на первый план в публичной политике, в социальные сети, в телеграм-каналы, то тогда и руководство занимает более такой сбалансированную позицию. Мне кажется, что вот такой момент настал. И у православных, и у протестантов. Потому что даже вот ваш пример подчеркивает, что в протестантской среде, ну, накопилось какое-то, вот количество перешло в качество, что ли, и в качество такое более или менее политическое, когда необходимо ребром ставить определенные проблемы, которые раньше ставил, по-моему, только, там, Юрий Кириллович Сипко. Хорошо, давайте немножко от православия к католикам. Недавно мне попалась буквально вчера или позавчера заметка, то ли в телеграм-канале где-то, что католики тоже сейчас встали на путь вот такой соборности. И какая-то встреча была в Риме, куда допустили и мирян тоже для принятия решений, для высказывания разных острых проблем. Как вы видите, как религарет, вот как все обстоит дело с соборностью в католической церкви? Соборность католической церкви проявляется немного по-другому, и это связано с такой, с универсализмом, с тем, что католическая церковь Вселенская действительно представлена в разных регионах планеты, и при этом она является централизованной структурой, в главе которой стоит Папа Римский, в отличие от более раздробленного православного мира. И я думаю, что сейчас это видно просто по социальному служению, по разным родным гуманитарным проектам. Безусловно, вот эта соборность католической церкви, с моей точки зрения, проявляется в разном роде общественных и мирянских движениях, которые созданы мирянами. Ну и сам Папа Франциск тоже как бы подстегивает, говорит о том, что вот миряне должны быть активны, давайте свободу инициативе, творчеству, такой социальному милосердию, солидарности и так далее. Это вот целый ряд мирянских движений. Ну, к примеру, вот самое вот такое большое, на международном уровне известное, это община Святого Егидия, которая занимается там моей помощью беженцам и помогает разрешению разных конфликтов в разных регионах мира, издает там книги и так далее. Есть такое движение неокатехуменат, которое как раз занимается катехизацией, просвещением, значит, созданием общин, развитием общины деятельности. И такого рода движений в католической церкви достаточно много, просто существующих как бы около церкви. При этом есть еще ордена, разные ордена, которые ведут тоже разнообразную работу. Францисканцы издают книги, солидианцы работают с молодежью, организуют разные такие молодежные центры, в том числе и в России тоже такие центры существуют. То есть у каждого ордена может быть еще своя специализация. Это помимо приходской работы. Поэтому, понимаете, тут мне кажется, что вот эта цветущая сложность католической церкви является католической соборностью. Я тоже хочу рассказать маленький пример. Мы тоже, вот наша община, наша церковь, мы давно уже участвуем тоже в таком, я не знаю, как это, проекте, что ли, «Матерем молитве». Начала одна женщина из Англии, дошла до Папы, получила тоже благословение его, и это вот наши матери объединяются в молитве, сейчас в России большое движение. Мы протестанты, католики и православные. Конференции проводим ежегодные где-то. У нас в церкви была конференция, и в православных церквях было, и у католиков проводились тоже. Международные приглашают. Вот такой пример тоже созидательной работы, что и нас уже приглашают, пастыри и пистопов, на эти конференции, чтобы поделились словом, благословили, помолились. Да, вот про вот эту вот инициативу «Матери молитвы» я тоже слышал. И довольно часто, особенно это было в 2000-е, там, 90-е годы, католические монахи, монахини, ну, в особенности монахини, они помогали, там, не мучились семьям, одиноким матерям. Это был специальный такой вот проект. Потом бездомным людям, и, по крайней мере, в Нижнем Новгороде, там много раз проводились такие религические конференции, поэтому я знаю, что там в католическом приходе, работали монахини, которые даже не боялись и ночью принимать бомжей разного рода, которые приходили, которым там хотелось погреться, поесть и так далее. То есть смелости вот этих монахин я как раз удивлялся. Но это имеет прямое отношение к соборности. Это мы не ушли от темы, потому что, на самом деле, в современном мире соборность – это некоторое вот такое сочетание мистической жизни в церкви, участие в таинствах. И каких-то культурных проектов, там, молодежных, и социального служения, милосердия. Об этом говорит и патриарх Кирилл, и об этом, собственно, вот написано в энциклике Папы Франциско «Фрателли Тути» – «Братья все». Там и о межрелигиозном диалоге, и о важности о социальном диалоге, и о том, как это помогает миссии церкви. Это как раз вот этот комплекс, он достаточно важен. То есть здесь нет какой-то такой уникальной отдельной соборности, которая бы разъединяла христиан. Я знаю, сейчас в Риме проходит или прошел уже большой такой саммит. Я даже думаю, это экономический какой-то в Колизее. Я не знаю, знаете вы, нет? Да-да, там как раз молилась Ангела Меркель. Она приехала. Да, там принимала участие, например, министр Италии, по-моему, был. Мне кажется, что митрополит Иларион летал, встречался с папой сейчас, и он тоже проблему друзей, проблему братства тоже озвучил, очень ясно и доступно. Да, безусловно, озвучил, но на встрече митрополита Илариона с папой была отдельно, как бы до этой встречи. В Колизее там принимал участие, встречался с папой также патриарх Варфоломеев. Ну, там и армянский патриарх был, там представители ислама, и буддисты были, там все молились. Ну, вот это как раз, вот эта встреча, она проходила при активном участии и организации со стороны общины Святого Егидия, как раз, которую создали миряне. Ну, в этой общине есть и бывшие действующие министры правительства, то есть это, в общем, община, которая действительно имеет, носит международный характер. Вот, и помогает церкви реализовывать себя в общественном пространстве. Но здесь проблема, вот между руководством и миряном, в том, чтобы руководство делегировало какие-то полномочия и функции. Либо добровольно, либо уже как бы в ситуации, когда нельзя не делегировать эти полномочия. Вот тогда складывается настоящее соборность и настоящее такое вот взаимопонимание между иерархией и миряном. Ну, это тоже как бы такая вечная история, ведь сначала история церкви происходит. Вот, это все описано и у апостолов, и в учении 12 апостолов. Это все можно найти. То есть тут есть, тут можно много найти исторических параллелей. Но это вам нужно брать интервью у отца Андрея Куреева тогда. Он много чего расскажет вот по этому поводу. Нелицеприятного для церкви. Мы постараемся. Надеемся, он посмотрит наше интервью и согласится на интервью. Но сейчас, видите, вы пишете как бы нашу новую современную историю церкви. Кто, я? Конечно. Ну, мы вот как верующие пишем историю современной церкви. Все вместе, конечно. Да, со всеми ее проблемами, со всеми вот этими вопросами, которые возникают. Потому что вот эта соборность, для чего она, собственно, нужна, для чего нужно это взаимодействие? Для того, чтобы церковь смогла наладить отношения с обществом. Согласен. Чтобы смогла выполнить свою миссию. Не только чистую евангелизацию, но и быть открытой для общества, потому что без этого исполнить целую миссию в нашем довольно таком часто равнодушном колере обществе достаточно сложно. Поэтому вы поднимаете очень важные вопросы. Может быть, я не совсем согласен с тем, как вы поднимаете эти вопросы и так далее, но, в общем, эта деятельность, она направлена как раз на вот эту открытость, на формирование нашей новой соборности. Вы правы. Я всегда призываю к диалогу, к тому, чтобы проблемы, но они уже достаточно лежат под сукном у кого-то на столе, и этих лиц много. Мы должны говорить о них, чтобы церковь действительно стала той церковью, которую ее создавал Христос. Я недавно сказал, что такое впечатление, что в России соль потеряла свою силу. Хочется, чтобы мы действительно стали осолять общество от разложения, от многих проблем, которые сегодня встречаются на нашем пути, даже в нашей стране. Хорошо, давайте вернемся к протестантам. Третье крупное направление протестанты. Вот на ваш взгляд, как вы видите, есть у нас какая-то соборность? Не то, что вот мы декларируем, заявляем, а вот взгляд со стороны. Дайте нам, пожалуйста, свою рефлексию. В протестантском мире, как правило, соборность все-таки основана на взаимоотношениях в отдельно поместной церкви, в отдельное общение. Потому что это все-таки основано на истории протестантизма, на том, как формировалось евангельское движение уже после исторического протестантизма, как говорится. Потому что евангельские движения в XIX веке, которые стали формироваться в Европе и в основном в Соединенных Штатах, все-таки в основном был такой конгрегационалистский принцип, то есть общины прежде всего, а не какая-то вот такая большая структура, централизованная, как у исторической церкви, как у католиков православных или даже у лютеран, у которых в значительной степени сохранилась такая традиционная историческая структура, структура церкви. Вот общинный принцип, значит, прежде всего. И кроме того, есть разные уровни взаимопонимания и соборности. И здесь я бы призвал смотреть в корень, в суть дела, в том, что происходит в реальности. Потому что иногда смотришь формально, вроде бы большая централизованная структура, с таким четким соподчинением. А на деле оказывается, что взаимоотношения в рамках объединения вполне демократические. И, в общем, и централизации на деле нет. Ну, как мне кажется, что мы довольно часто к Союзу Баптистов, к примеру, относились как к такой жестко централизованной структуре с советскими традициями. Но это было в 90-е годы. Мне кажется, Баптисты всегда подчеркивали свою автономность, каждой общины, каждой церкви. Да, но при этом все-таки была вот раньше система вот этих старших преседеров, еще из советского Всехэбэ, Всесоюзного Совета Евангельских Кристиан-Баптистов. Но в 2000-е годы в Совете Баптистов все-таки постепенно произошли определенные реформы. Я сейчас, как бы, не готов сказать, осознанно или нет, но, по крайней мере, теперь эта структура достаточно такая сбалансированная, демократически выстроенная, в рамках которой там каждая церковь или каждый регион он обладает необходимой автономией, сам решает там свои дела все. И это, как мне кажется, очень хорошо балансирует Союз в том смысле, что как в политике говорят, что демократическая система тем и хороша, что благополучие будущей страны не зависит от того, какой политик будет избран или кто станет там следующим лидером, премьер-министром, потому что сама вся система, она сбалансирует даже человека, у которого, может быть, не очень хорошие качества или неподходящие качества для руководителя. И есть в большинстве случаев в 90-е, 2000-е годы в России создавались в общем-то лидерские союзы, где главная была личность такого харизматического епископа-пастора, который создавал то или иное объединение или ассоциацию, либо там зонтичные структуры, как вот Российский объединенный союз с христианами евангельской, где есть вот разные ассоциации, разные союзы, которые по сути самостоятельно, но входят в один союз. Тоже как-то централизацией и строгим подчинением это назвать нельзя. И я бы сказал, что поскольку очень многие объединения, особенно таких новых евангельских союзов пятидесятников, харизматов, создавались в 90-е и 2000-е годы довольно стихийно и зависели от как бы от своего лидера и от его качеств, в общем, сложилось стихийно довольно много разных структур, типов структур вот этих союзов. Из числа в качестве примера демократии мне больше всего запомнился случай методистской церкви. Я просто в начале 2000-х годов мне посчастливилось быть в каком-то пансионате на реке Пахре. Российская объединенная методистская церковь проводила выборы и обсуждения кандидатов на главу церкви, епископа методистской церкви тогда был Ридигер Миннер епископом. И был еще целый ряд кандидатов там обсуждался вопрос нужен ли русский какой-то епископ сейчас или пока что нет. В результате было решено что пока лучше чтобы был иностранный епископ, потому что было очень много русских кандидатов, которые естественно почувствовали конкуренцию между собой. естественно избрание одного из русских кандидатов было бы избранием какой-то определенной партии в то время. Меня поразило что прям при живом руководителе церкви его критиковали, обсуждали кто будет следующий. Это было очень непривычно для меня, но как бы большим показателем наличия демократии внутри церкви. Хотя формально вроде бы это централизованная структура определенная там и так далее. То есть видите есть очень много разных вариантов и многие из них просто являются определенной такой декорацией, за которую надо еще посмотреть, что там внутри. Для меня, например, вот вы видите, да, последние два года такой серьезной общественной работы не только на канале, но и по церквям познакомился со многими. Для меня, конечно, я вот не скрываю, стал примером человека Божьего, прямо скажу, это бывший глава литеранской церкви, финской литеранской церкви, церкви Ингрии, Арь Матвеевич Кугапи. Я знаю, как проходили там выборы, и для меня это было, конечно, заглянуть за занавес, как вы говорите, да, и увидеть. Человека спрашивали, а кого ты хочешь, кого ты видишь, но подскажи, и выборы прошли настолько демократично, что избрали молодого, перспективного епископа Ивана Лаптева, вы его знаете. Да, очень хорошо знаю, прекрасный человек. Много по стране, созидает приходы, работают, дома престарелых, обучение, образовательные программы, молодежные. Ну, знаете, вот как для харизмата писятника столкнуться, так сказать, с теми, кого не принято считать в наших кругах, может быть, даже сильно христианами, что они такие традиционные, литургические, я уже словами сегодняшнего дня говорю, вот, увидеть реальную церковную жизнь, общинную жизнь, честную жизнь, это было, ну, для меня это было шоком, который сильно отобразился, наверное, на моем мышлении сегодня. Но в этом я вот хотел бы вас поддержать, потому что для меня это тоже было достаточно большим таким удивлением, открытием, что церковь Юнгрии, ветеранская церковь с центром в Петербурге, в общем, настолько с демократических позиций образцово-показательно провела выборы епископа, потому что я, хотя сам на съезде вот у них не присутствовал на собрании, но они же все вопросы обсуждали в социальных сетях и у себя там в пабликах, и, кроме того, кандидаты были выдвинуты, кандидаты изложили свои программы, что уж у нас вообще не принято, чтобы, да, вот как-то публично эти программы излагались и обсуждались, и обсуждали самое главное. Вот это было сделано публично, без какой-то боязни, что это принесет какой-то репутационный вред для церкви, хотя там были разные обсуждения, тоже конкуренция определенная, но в общем это не привело к разделению. Это не привело ни к чему, То есть есть очень много разных опасений, но ведь ничего не было такого. Абсолютно. Наоборот, общество и особенно литератское сообщество это восприняло очень хорошо, очень хорошо. И люди со стороны тоже видели, что церковь оживая, развивающаяся и действительно оказалось, что у Ивана Лаптева очень такая большая евангелизационная, культурная, творческая программа. Один проект Аниенкирхи, чего стоит, который сейчас активно развивается и уже на всю Россию. То есть с этой точки зрения, конечно, это удивительно. Но, опять же, я вот хочу оговориться, что это не значит, что это подходит для всех конфессий, для всех церквей, и что обязательно нужна именно такая открытость. У всех свои правила, традиции, у всех свое сочетание разных групп влияния и групп интересов, как говорят у нас в политологии. Поэтому нет, я тут не сторонник того, чтобы говорить всем, что у вас обвинять всех вне демократичности. С религиозными организациями так вот не получается. Они не обязаны быть демократичными, понимаете, они не обязаны, религиозные организации не обязаны быть демократичными. Вот вот это факт. Это далеко не всегда очень положительно сказывается на всех. Там давить, уничтожать людей нельзя. Это как раз плохо по канонам всех религий, христианства в особенности. Но при этом устраивать выборы не обязательно. Всего лишь надо пару костров вздернуть кого-то где-то сжечь. Но это ради спасения души. Ведь костры были для того, чтобы его душа очистилась, он попал в рай. Спасибо вам огромное. Поэтому все ради вашего блага, Альберт. Давайте может быть на этой хорошей позитивной ноте и завершим нашу беседу, наш эфир. Я ожидаю, что мы продолжим с вами говорить на ту тему, которую вы подняли в начале и захотели еще раз прийти и поговорить. Спасибо вам огромное, Роман Николаевич. Спасибо вам. Для наших зрителей еще раз скажу, это был канал «Взгляд с небесной», я эпидемент Альберт Раткин и у нас в гостях был наш друг православный брат. Могу я так назвать вас? Пожалуйста, называйте, это совсем не обидно. Человек науки Роман Николаевич Лункин, еще раз скажу, доктор политических наук, кандидат философских наук, религовед и вы просто будьте благословенны. Спасибо вам. Спасибо большое. Вам также благословения и с Богом. С Богом. Спасибо.